Доброе утро, Антонина и Александр. Сегодня Ялта не такая солнечная, сегодня у нас сложные погодные условия, и все-таки утро доброе. У нас сегодня в гостях заместитель начальника Ялтинского аварийно-спасательного отряда Александр Владимирович Семин. Здравствуйте. Доброе утро. У нас сегодня тема, как в зимний период происходит спасательная операция у вас, насколько часто случаются. Расскажите, пожалуйста. Зимний период и зимние виды спорта, они вообще сами по себе, ну, довольно-таки травматичны. Это горные лыжи, либо сноуборд, но самое травматичное это является такой тюбинг, так называемые плюшки. Несоблюдение самых элементарных норм безопасности приводит к различным травмам. С начала года у нас уже было около 12 пострадавших, которым наши спасатели оказали помощь. И перед, ну, доврачебную помощь переданы в кареты скорой помощи. Ну, плюшки, они очень травматичные несоблюдения, их раскручивают, они очень быстро несутся, сталкиваются, ну, и люди получают разные степени травмы. Это в основном дети, взрослые, кто катается на плюшках? Ну, и дети, и взрослые, в принципе, ну, в основном взрослые. Особенно если, я так понимаю, алкоголь еще дает, наверное, свое, и люди навеселе получают травмы. А скажите, трудна ли работа спасателя? Какие трудности есть? Трудности есть, ну, это интересная работа, трудности есть, я думаю, в каждой работе. И просто, насколько ты относишься к своей работе, изучаешь, самоподготавливаешься, ну, и от этого зависит твой профессионализм. А работа, на самом деле, очень интересная и познавательная. Сейчас прошло сообщение от МЧС, да, по кроме сложных погодных условий. Вот расскажите об основных правилах поведения в данный период и в горно-лесной зоне. Как безопаснее себя вести? Ну, вообще, конечно, когда объявлены штормовые предупреждения, лучше выходы в горно-лесную зону, это воздержаться на время штормового предупреждения. Но если собираетесь, то лучше, ну, необходимо уведомить, обязательно зарегистрироваться в свою группу. И маршрут, по которому вы идете, это облегчит, ну, в случае чего, облегчит поисково-спасательные работы для того, чтобы найти человека, сбившегося с маршрута. Ну, а вообще, какие правила, вот человек, допустим, если он не уведомил, как что-то, может быть, какие-то принципы есть, введения, да? Ну, держаться туристического маршрута, они промаркированы, либо это натоптанные тропы, если сейчас в зимний период, то есть это видно следы. Ну, и если человек сбился с маршрута, обязательно звонить в МЧС для того, чтобы, ну, сейчас телефоны все умные, можно скидывать свои GPS-координаты, и спасатели найдут и спасут. Да только не всегда в горах у нас есть связь. Ну, это уже надо искать связь, ну, надо искать. А скажите, как вот, как часто приходится спасать людей? Ну, тут... В зимний период больше таких случаев? Тут не угадаешь. Это от года в год по-разному происходит, и бывает зимой много поисково-спасательных работ, бывает весной, когда люди просто гуляют по горно-лесной местности, как бы по-разному. А зимой в море бывают ли случаи спасения? Да, бывает, не так часто, но вот последний случай у нас был в декабре месяце. Спасали на набережной Ялты, спасли утопающего человека. У нас заканчивается наш эфир. Я благодарю вас за то, что вы пришли и рассказали нам о важных правилах, особенно вот в этот период, когда МЧС действительно передает сложные погодные условия, и нужно держаться в безопасном месте и соблюдать правила. Антонина, Александр.